Салям, Казахстан! С вами Ермек Нарамай, и у нас в гостях сегодня Асет Наурсбаев. Сегодня мы поговорим об энергетике, о проблемах экологических, в том числе, в первую очередь, наверное, по Алмате. Здравствуйте, Асет! Добрый день! Асет, для начала я бы хотел, чтобы зрители узнали о вас побольше в плане биографии. Вы где родились, когда, где учились? Ну, я родился в Алмате, потом учился в Москве, в МГУ, и потом работал в разных странах мира. В Казахстане начал, потом работал в России, Турции, и, в общем, довольно много где поездить. А вы после школы сразу поступили в МГУ, армия была? Нет, сразу в МГУ, да, на механизм-математических футбол. А после, сразу после, то есть армии у вас никогда не было? Нет, у нас были сборы, как обычно, военные сборы. Ну, вы получили звание лейтенанта, видимо, наверное, по какой-то артиллерии, наверное. Мы противозенитные, то есть зенитные ракеты. Мы наводим по трем точкам зенитные ракеты на самолеты и другие воздушные цели. Ясно. А как вообще, в принципе, после МГУ сложилась у вас работа? Кстати, наверное, вы в МГУ и познакомились, наверное, с Аблязовым, который вас пригласил в КИГОК. Нет, абсолютно. Он, во-первых, учился не там, во-вторых, у нас была другая там какая-то тусовка. И по времени это были разные там выходы. Поэтому я с ним познакомился уже в Алма-Ате. После того, как я поработал в Халыке нашем с Зенулой Катим Жанном. Потом меня познакомили с Аблязовым, потому что он как раз собирался... Ну, то есть меня пригласили в КИГОК. Ясно. Это было напрямую или через кого-то? Как вообще, в принципе, у вас вот эта эпопея прихода в КИГОК, в энергетику? Ну, это не эпопея никакая. Я там уже достаточно во многих банках поработал. И там в КАСКОМИ, и в Чехолыке. То есть, в принципе, я финансовую сферу достаточно хорошо всех людей знал. И вот мне сказали, что тысяча человек. Ну, я там сказал, да, это проект интересный. Потому что в банках уже было все понятно. А вот я давно там интересовался, как все это происходит на промышленных предприятиях. И эта задача была очень интересная для меня. И действительно, она оказалась интересной, потому что это же предприятие по другую сторону баланса. То, что у банков активы – это пассивы предприятий. И в этом смысле, конечно, там все наоборот было. И это было очень интересно. Чем вам запомнился опыт в банках? Ну, банки – это такой, в принципе, хороший бизнес. Четкий, понятный, математически структурированный. В этом смысле, конечно, банковская деятельность, она для меня была простой. Вот она требует действительно аккуратных расчетов. А вот, скажем, физические отрасли, там, как энергетика, там, или, скажем, лесная отрасль, которая там тоже погружалась, они там достаточно… Ну, то есть там очень много превходящих факторов, которые не зависят от твоих расчетов. Ну, вам знакома вообще тема и проблема, наверное, не только Казахстанской, но и других стран мира, проблема банковского мошенничества, связанная с двойными процентами, с обманом заемщиков, иногда часто вкладчиков. Вот есть такие схемы, которые стали нелицеприятны такой лицом банковского мира, о чем говорили многие. Ну, если у тебя есть Excel, тебя не могут обмануть. Но для простых заемщиков это большая проблема. И, видимо, для массового заемщика это стало лакомым куском для банкиров, простого обывателя, обманывать с помощью двойных процентов. Ну, не знаю, я еще раз говорю, я с этой проблемой не сталкивался. То есть я все расчеты веду в Excel, и этого достаточно. И любой человек может ввести в Google Docs, в Google таблицах. Ясно. Ну вот вам же знакома формула процента из расчета от остатка основного долга, который есть на данный момент. Она все, основной долг падает, и когда расчеты делаются от постоянно изначальной суммы основного долга на момент выдачи, это на самом деле и есть обман. Она все время должна уменьшаться, и процент должен высчитываться все время от текущего остатка основного долга. Но это выбор заемщика. Заемщик выбирает, как ему платить, либо постоянными платежами, либо переменными. Если заемщик... Здесь речь идет о другом. Вы говорите про дифференцированные и аннуитетные платежи, что выбирается между ними. А я говорю немножко про другое. Что, например, в Альянсбанке применялась схема процент в год, так называемый, и они высчитывали... Вот сумма уменьшается с 10 тысяч долларов до 9 тысяч, до 8 тысяч, до 7 тысяч. Сумма падает, и сумма основного долга влияет на размер процентов, на размер суммы от процентов. Они высчитывали процент все время от изначальной суммы кредита. Но это такой странный договор. А как его подписывали-то люди? Ну, фактически, это мошенничество, на которое до сих пор ни Национальный банк, ни КНБ, ни Финпол, никто, ни прокуратура не реагирует. И, к сожалению, это проблема по многим банкам. Проблема от пробанковского лобби в судах, прокуратуре и так далее. Но, к сожалению, проблема не решается никак. Я думаю, вы о ней знаете и наслышаны. Первый раз слышу. Я вот в банках проработал. Механизм расчета везде одинаковый. У тебя есть остаток. Ты уложишь остаток на период, на процентную ставку, получаешь вознаграждение. И если ты заплатил основной долг, у тебя начинает снижаться вознаграждение. А КВСС, чем КВСС вам знакома? Комиссия заведения студного счета. Насколько, в принципе, с моральной, с методологической точки она вообще, в принципе, уместна? Ну, это же такое состояние рынка. Помните, были, когда в обменниках тоже комиссии. То есть ты получаешь обменный курс, плюс еще комиссию платишь какую-то. И, в принципе, это не то, чтобы наше изобретение. Там есть минимальное вознаграждение банка, которому, ну, за счет, как бы ему стоит связываться с заемщиком. То есть он говорит, я получаю 200 баксов, как минимум, чтобы мой офицер там занимался, зарплату получал. И если ты берешь там тысячу баксов, тебе никто не даст, кроме нашего банка. Потому что мы тебе 200 баксов взяли, мы тебе готовы обслуживать твои, там, полученные от тебя на 15 долларов в качестве процента в течение полугода. Так и быть, получим, потому что ты 200 баксов заплатил за нашу работу уже. А когда большие займы, да, обычно, наоборот, там должно быть и комиссия нулевая, и ставки уменьшаться. Потому что банк оптом продал большую сумму денег, поэтому ему должны идти там, ну, то есть процентов ему должно хватать на все. Там, конечно, есть процентная история, связанная с тем, что закладываются провизии против рисков. То есть, ну, тут уже неизбежно там, допустим, 1%, 1,5% в ставке – это провизии. И поэтому тут хочешь, не хочешь, ты платишь, грубо говоря, за тех, кто не вернул. Ну, давайте, наверное, будет здорово, Асет, если мы с вами вернемся к банковской теме, вообще отдельной передаче, попробуем разобрать схемы 10 крупнейших банков Казахстана и ваши оценки в отношении этих схем. Но это, наверное, отдельный разговор. Ну, я, честно говоря, там с банком не очень близко дружу, да, там я там макро-вещи там какие-то могу критиковать, потому что надбанк, конечно, в условиях там мирового шторма фехтует дротиками. Вот, и вот это фехтование дротиками, конечно, будет очень смешно. Ну, вот, получается, по макро-цифрам и политике Национального банка, особенно в условиях финансового кризиса, мы об этом поговорим отдельно. Значит, мы последовательно, значит, вы из банковской темы переходите в производство, в энергетику. Чем вам запомнилась работа в Кигоке? Что это был за период? Ну, Кигок – это очень, во-первых, серьезная компания, потому что электроэнергетика – это очень ответственная отрасль, там непрерывный процесс, чем отличается, допустим, от банка. В банке всегда можно отложить каким-то образом, в энергетике ты не можешь отложить у тебя. Каждую секунду должно произвестись столько электроэнергии, сколько употребляется. И вот эти механизмы управления временем, они, конечно, совершенно другие. Они для меня были новыми, и механизмы, которые позволяют тебе иметь резервы, они всегда, как сказать, высокоинженерные задачи и высокоинженерные решения. Поэтому, конечно, электроэнергетика – это очень красивая отрасль. Но мне было там относительно легко, потому что, в принципе, это же там понятная физика, правила Киргофа и прочие гармонические колебания. Это все было мне понятно, поэтому люди, которые мне объясняли, профессионалы, их можно было понять, о чем они говорят. Я довольно быстро разобрался в теме, и потом у меня был довольно длинный кусок работы в энергетике. Я потом, когда уехал в Россию, и работал и в Энтерао, и в системном операторе российском. Системный оператор – это, конечно, там высочайшие профессионалы, там очень приятный коллектив, настолько все крутые, что... Ну, просто можно часами слушать, часами рассказывать, и нигде не повториться. Ну, вот вкратце так об энергетике. Чем отличались реформы в различных странах мира, и в частности, в странах СНГ? Чем отличалась российская практика реформ от казахстанских? Где были моменты, где были плюсы, минусы? В чем опережали, в чем задерживались? В чем до сих пор проблема недореформированности осталась? Ну, мы начали очень быстро. То есть мы быстро реформировали оптовый рынок. Мы даже в какой-то момент обгоняли Англию по реформам, хотя они раньше начали, они предпечер начали. Это объяснялось тем, что в Англии, конечно, высокое уважение к правам участников, и они очень долго выстраивали там компенсирующую схему всем. У нас, как известно, махали все шашками. Там отрезали, здесь отрезали, тут больно, здесь больно. Но, тем не менее, поскольку у нас везде было больно, на фоне общих болей, рынок перестроили там достаточно быстро. И мы запустили очень либеральную модель рынка оптового. К сожалению, после того, как, скажем, мы ушли, никто особо рынком не занимался. Более того, мы там уже начали приступать к розничному рынку. То есть мы хотели сделать то, что сейчас сделано, например, в Англии. Вы можете выбирать поставщика электроэнергии так же, как поставщика телефонных услуг. Там не один есть поставщик, а есть... Как провайдер интернета, да, выбирая? Да, провайдер интернета, как телефон, куда подключить вы можете. Точно так же можете подключиться к любому из провайдеров электроэнергии. И мы вот эту начали там делать. Но там задача, конечно, стоит в создании инфраструктуры, как известно. А инфраструктура тогда была очень слабенькая. И мы планировали закупить всем счетчики за счет кредита EBRD. И вот на новых счетчиках уже современных построить систему учета, которая позволяла бы переподключать от одного провайдера к другому. То есть это вот там 98-99 годы. Вот это было, в принципе, там раньше всего мира на самом деле. Но, к сожалению, никто не стал этим заниматься. Более того, даже оптом рынком никто не стал заниматься. Сейчас вот даже там в России удивительно интересный оптовый рынок, не говоря уже о том, что творится на рынках Европы. Колоссальные продвижения там. Все эти изменения, внесенные в обновляемые источники, они прекрасно все отрегулированы, все работает. Опять же там работает математика. Все считают. Ну, то есть, например, такой красивый факт есть. Пропускная способность электропередачи продается в реальном режиме времени. То есть если вам нужно передать из точку А в точку Б, то вы покупаете одновременно с контрактом на поставку электроэнергии, покупаете еще пропускную способность. И вот это все торгуется в реальном времени. И вы там... У вас есть там... То есть покупается еще и скорость. Не скорость, а объем передачи. То есть вы должны купить там мегаватт на линии. Потому что линия не пропускает, не может впустить бесконечное число электроэнергии. И вот эта история, когда есть нагруженные линии, которые дорого продаются, стимулирует создание шунтирующих путей. Ну, в точке Казахстана это означает, что если у нас с севера на юг очень большой поток энергии идет, то у нас появляется экономика в том, чтобы построить еще одну линию электропередачи. Вот. Пока это у нас идет не потому, что рынок заставляет, а потому что Кикок решил. Давайте построим третью линию электропередачи. И там экономики никакой нету. Он просто взял, построил, взял кредит, кредит отбил за счет общих поддоходов. И этим как бы закончилось. А в Европе ты можешь увидеть возможность включить эту линию в план. Там у них есть десятилетний план развития сетей, который ежегодно обновляется. И если ты видишь возможность, ты говоришь, окей, я соединяю, хочу соединять в Швейцарию и Чехословакию, Чехию, то есть, там, какой-нибудь передачи. Договариваешься с землей и эту линию включаешь, ну, соответственно, по процедуре достаточно понятной, прозрачной, в десятилетний план. Все, у тебя есть обязательство, чтобы у тебя там через два года эта возможность появилась. Ее начинают торговать. Вот такая все там, хорошо обустроенная инфраструктура торгов. Но мы, конечно, до этого далеко не дошли. Более того, мы даже там с Россией не можем рынки согласовать каким-то образом. То есть у нас наши электростанции, которые стоят на гипостурском угле, могли бы, конечно, конкурировать в зоне Западной Сибири. Потому что, ну, везти не надо уголь никуда, мы сжигаем его прямо на месте. Но поскольку на границе с Россией стоит Интерау и допуска наших генераторов к российскому рынку нет, то мы вот и не можем зарабатывать на российском рынке. То есть, в принципе, это вообще технически решаемая проблема. Только нужны вопросы межгосударственных договоренностей. Нужна схема рынка, да. Она, понятно, межгосударственная. Но в целом должны сами собраться энергетики, почитать, как работает в Европе трансграничные перетоки. Там есть много разных способов. Начиная от простого торговли сечением, до заканчивая вот этим вот, ну, так называемым low-based capacity allocation. Это, значит, распределение согласно потокам электроэнергии. Ну, тут, как раз, правило Киргофа применяется. И примерно считается, как распределяется электроэнергия в сетях. Ты платишь за то сечение, которое ты используешь. Вот это, в принципе, счетная задача. Ну, тоже там все понимают алгоритм. А здесь не могло быть такого просто, скажем так, национального эгоизма, когда российским компаниям России невыгодно впускать лишнего игрока, который снижает общую стоимость, и это бьет по конкурентным моментам для российских поставщиков? Да, это, безусловно, так. И просто вот эта недоработка нашей стороны в переговоры внутри ЕАЭС. И, конечно, мы могли бы там полоббировать наши киберстудские станции, у которых сейчас есть запас, кстати, мощности. Они провели реконструкцию, они там создали запасы резервной мощности. Они могут продавать в Россию, там, ну, до тысячи мегаватт, наверное, могут. Но это вопрос нашей, там, способности торговаться. Как вообще вам, в принципе, опыт включения иностранных компаний в область энергетики со стороны Бельгии, со стороны США, в энергетику Валматы, в энергетику Казахстана? Это был печальный опыт или были позитивные? Ну, было и позитивные, было и печальные. То есть они там нас научили резать косты, во-первых. Ну, потому что я когда на ГРАЗ-2 был, там меня поразила пирамида начальников дойти, чтобы до рабочего. Там есть начальник смены, начальник цеха, мастер, потом, значит, помощник мастера и потом рабочий. Ну, то есть там огромная иерархия. А то, что мы видели на западных станциях, там нет иерархии, там есть единицы боевые. Один плант-менеджер, грубо говоря, и все остальные боевые единицы. Каждый занимается делом, нету начальника. Поэтому, конечно, они сократили, ну, допустим, американцы сократили численность. То есть у них меньше промежуточных звеньев. Меньше, да, у них управление прямо прямое. И бельгийцы нас научили платить за электричество. То есть я считаю, что вот эта вот история с серебряным топориком, если помните, была такая у них акция. Они приучили платить за электроэнергию. И когда мы были в Кикоке, это была огромная проблема. У нас была собираемость 47% в Казахстане, 47% всего, из которых деньгами там было меньше 20%. Ну, то есть очень мало деньгами платилось. И вот за счет того, что нам пришлось серебряный топорик в масштабах страны делать, мы в следующем году уже 75% собрали денег и планировали в следующем году 85% собрать. То есть там были большие, огромные проблемы. Ну, например, масштабы отключения статистической ракетной части. То есть это вот такие неприятные ситуации. Если сравнивать с Россией, то, конечно, Россия продавала свою электроэнергию и электроэнергетику очень дорого. Я там самой большой заслугой команды Чубайса считаю то, что они очень дорого продали российскую электроэнергетику. И никто из инвесторов не отбил свои деньги, потому что они продавали на росте России, а после этого наступило удешевление России, и они там свои деньги практически все закопали. Нельзя сказать, что они там... Ну, кто-то зафиксировал бы, кто-то не зафиксировал, но в целом они деньги закопали. Что вы говорите сделали? Чубайс фактически для бюджета выжил из инвесторов максимально цифру. И как ему удалось? Он это делал через открытый аукцион, и что он делал? Да, ну там не совсем для бюджета. Там они на самом деле подписывали договора на поставку мощности. То есть прямые там выплаты были не такие серьезные, как инвестиции. Серьезные были инвестиции. То есть тогда было модное выражение «Крест Чубайса». Все думали, что «Крест Чубайса» – это выпадающие мощности электростанции против нарастающих потребностей в электроэнергии. И в какой-то момент происходил коллапс. То есть не хватало нового мощностям электроэнергии, и даже существующие начинали там останавливаться. Вот эту историю он там хорошо продал инвесторам. Инвесторы сказали «Окей, мы видим растущий спрос». И вошли инвестициями, построив новые блоки. Поэтому российская энергетика сейчас гораздо более новая, чем наша. Надо дать это должное. Но зато у них очень долго рынок готовился. Они там очень многое готовили к рынку. И рынок сейчас не совсем либеральная модель работает. Но в целом рынок у них есть. Рынок действительно дает правильные сигналы. И они работают над тем, чтобы рынок развивать. То есть, например, есть такое выражение, там, supply demand, рынок, да. То есть, когда ты можешь отключать в пиковые часы свое оборудование, тебе за это платят. Вот это такая непростая задача, опять же, связанная с учетом, опять же, связанная там с долгосрочными наблюдениями, потому что, и чтобы отключать, и должен действительно отключиться. Вот. И это такая история красивая. Ну, я там занимался, допустим, я пытался составить систему, которая соединяла бы европейскую энергосистему с российской. И тогда бы Россия могла бы стать батарейкой для Европы. Солнечная батарейка. Это значит, что вы можете пытаться строить батареи, когда у вас есть ветряки и солнечная энергия, да. А можете в виде батарейки иметь гидроэлектростанции, расположенные в другом месте. Вот. И вот сейчас этой батарейкой для Европы стала Скандинавия. То есть, у них там очень много гидроэнергетики, и все пики, провалы покрывают, ну, там, не совсем все, но очень большую долю пиков и провалов в генерации солнечной и земной энергии это забирает Скандинавию. Поэтому они там, конечно, эту возможность не упустили и зарабатывают на регулировании большой Европы. То есть, Россия могла бы занять эту нишу, но почему она не смогла ее занять? Какие были причины? Ну, как раз, когда я там занимался, начались эти вот, начался 13-й год, ну, это был 13-й год, это уже были предвестники ссоры большой России с Европой. И вот эти переговоры, которые шли по части, там, синхронизации работы, да, они прямо на моих глазах вошли, там, в тупик. То есть, перестали быть движение навстречу, люди перестали друг друга понимать, ну, и потом наступил 14-й год, и вообще все накрылось. Вообще, в принципе, получается, политический кризис, связанный с изоляцией России, он ей обернулся конкретными миллиардными потерями. Ну, не только, оно же везде же накрылось, и сотрудничество по всем направлениям прекратилось. Поэтому, конечно... Я имею в виду вообще, получается, в конкретных бизнес-проектах, в том числе в энергетике, это конкретно вылилось в миллиардные убытки. В частности, получается, Крым повлиял на многие вопросы, связанные, допустим, с теми же самыми батарейкой. Ну, я на самом деле думаю, что Крым это уже был там некой крайний выплеск. И там все это было видно, что в 2013 году уже были отношения не очень хорошие. Ну, там, грубо говоря, с мюнхенской речью отношения портит. То есть, этот тренд на развитие связи, на включение России в экономическую систему Европы, который был до 2007 года, там он где-то начал тормозиться. То есть, какие-то шли, но вот таких больших прорывных проектов уже не ощущалось. И там накапливалось раздражение. Возможно, что с обеих сторон. Но с Россией это очень накапливалось раздражение, которое в этой мюнхенской речи выливается. Что мы там пытаемся. Ну, и, соответственно, со стороны Европы тоже. Там не только такое бизнес-напряжение, что приходят молодые, голодные и активные игроки на рынок. Ну, и понятно, что модели, все-таки социальные устройства разные. Европейская демократия и российская автократия, они там плохо работали. Но в целом, это некая закономерная ситуация, которая пришла к разрыву, и теперь трудно о чем-то говорить. Но даже, если вы помните, даже советская система торговала с западной системой. Гораздо больше были противоречия. Поэтому все равно какие-то связи есть. Допустим, в Финляндии работает ставка постоянного тока, через которую Россия торгует. В Финляндию, там, Прибалтика, которая к 2018 году обеспечила себе безопасность по электроэнергетике, они могут в любой момент отключиться от российской энергосистемы. Тем не менее, они торгуют с Россией, потому что российская энергия дешевле. И надежность поставок очень высокая. Хотя, еще раз говорю, в принципе, Прибалтика, то, что страны Балтии сейчас называется, они могут позволить себе отключиться в любой момент от России. Вообще, вот эта ситуация с энергетикой в широком плане, в плане транзита. Казахстан находится, ну, прямо скажем так, в геополитическом тупике, зажатая, нет выхода к морю, нет выхода прямого к Европе, даже к Украине, только через Россию. Что-то идет через Китай. Внизу горная стенка с Афганистаном, который не стабилен, и так далее. Нет выхода напрямую на Индию, на Пакистан, условно говоря. В этих условиях от взаимоотношений с Россией очень многое зависит. Транзит для России, транзит через Россию для Казахстана крайне важен. В этом плане транзит электроэнергии, транзит вообще энергоносителей с России теоретически как вообще может быть решен? Что вообще вы видите в плане, скажем так, демонополизации России на вообще энергетическом рынке, вообще включая нефть, газ и так далее? Ну, скажем, по электроэнергетике, да, вот есть границы России, которые одна компания держит. Если бы мы получили допуск на российский рынок и открылись бы, соответственно, для российских производителей в Казахстане, то мы могли бы разного рода свопы делать. Ну, то есть пытаться продать энергию здесь, получить ее, купить в России, продать в Прибалтику, в Украину и так далее. Но это такие обычные трейдерские задачи. Самая главная задача это сказать, что сечение коммерциализовано, то есть вы можете без участия государства просто купить сечение и через него торговать. Это было бы выгодно для Казахстана? Еще раз говорю, я вижу там, что Экибастуз, который стоит прямо на месторождении, Экибастузские станции, они очень эффективны. Там у нас три большие станции, там две Экибастузские ГРЭС и Аксуйская ГРЭС, которая принадлежит евразийской группе, они ну, прямо на разрезе, у них экономика лучше все равно, чем у других станций. Они могли бы торговать, вот, но тарифное решение нужно, то есть сколько стоит довести электронерику и до границы внутри Казахстана, это в принципе сейчас недорого, это там 2 тенге в порядке, и переход через границу, вот вопрос сейчас, который стоит. Что касается нефтепродуктов, ну, не знаю, там у нас же сложные какие-то договоренности есть по КТК, по Самаре, там, там, Тарал Самара, вот, по газопроводам, ну, тут не могу сказать, я там не глубокий эксперт. Но вот эта ситуация недавно, по-моему, в конце прошлого года связана с напряженностью между Белоруссией и Россией, которая вылилась побочно в скандал, в котором был вовлечен и Казахстан. Речь шла о том, что Белоруссия громко заявила, что ей не дают торговать нефтепродуктами с Казахстаном напрямую, что Россия препятствует и использует свое монопольное право транзита. Ну да, мы же видим, что не совсем работает ЕАЭС так, как надо, но это вопрос нашего творческого участия, наших чиновников, которые должны договариваться, и не только чиновники, но и компании заинтересованы должны договариваться. Это же, в принципе, рынок. Если рынок есть, должны быть правила рынка, правила там, как перевозится. А вот этот монополий интервал должна быть сломана. Вот об этом надо вести переговоры. Это процессы, не там. Не, ну как же не вести переговоры, если есть, скажем так, позиция сильного, то есть Россия, если чувствует, что без нее никак нельзя обойтись, если ее монополию никак нельзя обойтись, то она это будет использовать и при Путине, и после Путина, и при Навальном, и после Навального, условно говоря. Есть, значит, общие принципы, на которых договариваются о создании союза. Общие принципы такие должны быть открытые рынки. Если рынки не открыты, значит, нарушается правило создания союза. Это и есть... Словно говоря, даже если шантаж выхода из союза, он возьмет свое действие для того, чтобы упорядочить и более честные правила вести. Ну, и вот это слишком сильное слово шантаж, да, это же как, допустим, в семье отношения, да, ты там не можешь время говорить, если ты так не сделаешь, я от тебя уйду. Все равно какие-то приходится искать компромиссы. Поэтому просто более активная позиция должна быть, там сказать, слушай, ну мы что-то создали семью для такого, с каких-то целей, там, а когда человек начинает там тубом маркировать, ну тогда приходит разводиться. Но до этого, чтобы довести, надо много пройти их шагов. Не совсем там сразу к шантажу переходить. Ну а как вообще было, получается, был подход к ЕАЭС изначально, если по самым крупным проектам не было уразумения для Казахстана, какая должна быть позиция, какие здесь национальный интерес надо защищать. Получается, вошли просто так, скажем так, к какому-то юбилею, о крупных вещах давайте подумаем потом, по ходу пьесы. Да нет, я думаю, что входили понятия, что нам надо получить доступ к рынкам, к большому российскому рынку. Это была общая понятия задача. То есть ее и прямо называли, говорили, что вот есть, мы хотим к большому рынку. Наши там 18-м человек рынок не создают. Чтобы мы в любое производство у себя завести, мы должны иметь доступ к рынку. И российский рынок действительно такой, он там без таможенной очистки теперь. И мы в этом смысле, конечно, получили вопрос, что нам трудно заходить на эти рынки, потому что есть куча нетарифных ограничений, вот эти вот условия, не отрегулированные рынки в электроэнергетике. Наверняка и то же самое в газе и в нефти происходит. Поэтому, если бы мы занимались на системной основе, и у нас были бы интересанты, а интересанты у нас те же самые государственные. у нас единственный интересант не государственные, это евразийская корпорация, у которой, в принципе, нет свободной электроэнергии для продажи на СИИ. Я так понимаю, они сейчас полностью загружены своими предприятиями, поэтому они тоже не такой большой интересант. А вот ГРС-1 и ГРС-2, на которых есть большой запас мощности, они госпредприятия, они должны были, в принципе, лоббировать проход на российский рынок, но они этого не делают, потому что, вроде бы, есть министерство, оно, вроде бы, должно делать. А в министерстве есть чиновник, которому, ну, пошел там, написал письмо российского министра, тот ответил, пока не получается. Окей, через полгода следующая межправка. Ну, в следующем межправке снова вопрос поднимет. И так это идет из межправки в межправку. Вот вы говорили про нетарифные ограничения, давайте перечислим, какие у нас есть перечни, о чем идет речь. Знаменитый российский надзор к качествам товаров, который Онищенко возглавлял, сейчас санитарные нормы. Да, защита, в общем, как вы говорите, то есть под этими правильными задачами там маскируются миллион способов не пускать манипуляции. А как вообще, в принципе, какие должны быть правила игры, чтобы мы, в принципе, этот вопрос вообще системно могли исключить? Как и в Европе работает? Да, вот если мы могли бы стандартизовать правила, но беда в том, что у нас был хороший момент того, что мы просто брали, признавали европейские сертификаты, а Россия не признает и создает там свою сущность, там Россия же своя цивилизация, поэтому мы должны либо принять российскую цивилизацию, либо там создать еще какую-то над цивилизацию, и это там страшно хлопотное дело. То, значит, вместо того, чтобы пользоваться каким-то глобальным опытом, мы создаем местечковую свою систему контроля, вот, и, ну, я понимаю, что есть какие-то специфические части, но они же там должны быть со всеми частными случаями, да, но это предлог или вообще, в принципе, такая работа идет, и просто она идет очень-очень медленно? Работа идет, на самом деле она работа идет, те настойчивые предприниматели, которым надо, они добиваются, вот, надо признать, что я там несколько случаев знаю, когда люди там проходили на рынке и добивались, и у них там все разрешали, то есть они все соответствовали, то есть это нерешаемая задача, там нет войны, там есть упорство, сопротивление, ну, то есть это, конечно, работа... В целом глобальной российской бюрократии. Российской бюрократии, да, ну, и, конечно, по большим проектам это вот большие интересанты, то есть по интеллектуальной энергетике очень большие интересанты, потому что там даже с интерауни могут бороться даже внутренние российские производители, то есть они бы тоже хотели экспортировать. Вообще, ЕС по всем вот этим моментам у многих складывается ощущение, что Россия, и даже особенно Белоруссия, получили свои дивиденды, на кастринском рынке они часто ведут себя как полновластные хозяева, а казахстанские компании, на белорусский рынок, на российский рынок, они в гораздо меньшей степени представлены, и в этом плане в общем балансе сальдо они проигрывают. Ну, это позиция слабого, такие рассуждения, то есть когда там это часто бывает так, когда что у тебя что-то не получается, ты винишь во всем других. Надо разбираться поточечно, где нарушения, вот, допустим, были бы эти две станции заинтересованы, они бы там давно с этим вопросом добились бы, потому что каждый полгода проходит без права комиссии. Я говорю не о нарушениях, вы неправильно поняли, я говорю о том, что ежегодная сальдо не в пользу Казахстана, а белорусские, российские компании более уверенно чувствуют на нашей территории, неважно, кто на что жалуется, итог однозначный, Казахстан все время находится в аутсайдерах вот этого ЯЭС. То, что наша экономика менее конкурентоспособна, говорит и потихоньку грифующий курс тенге к рублю. То есть наша экономика в целом менее конкурентоспособна, наши предприниматели менее конкурентоспособны, те, которые конкурентоспособны, они прекрасно живут, а в основном, большинство, в целом, ну и так это и по бытовому видно. У нас очень неконкурентоспособны производители. Ну а зачем нам входить условно говоря в ЯЭС в такой союз, где фактически мы будем постоянно избиваемыми? Обычно перед такими соглашениями есть локальные соглашения в отношении какого-то льготного периода, в отношении каких-то преференций для отстающих отраслей и так далее. То есть входить максимально так, чтобы не получилось, что полностью разоряется целый отраслят для нас? Нет, но у нас целый отраслят не разоряется, потому что у нас по большому счету и никаких сверхъестественных успехов-то и нет. Там есть естественная защита казахстанского производителя в виде логистических ограничений, да, то есть там московская колбаса пробивается на казахстанский рынок за счет своего качества, но при этом, конечно, она сильно дороже, чем казахстанская колбаса в том, что из того, что ее вести далеко. И все прочие вещи, кратко, ну, то есть продукт с коротким сроком хранения, они не могут доехать до юга Казахстана, да, это нас защищает, поэтому в этом смысле... Вы не отвечаете на главный вопрос, при такой, при такой позиции, которая у нас есть сегодня, где она не защищает какие-либо отраслевые интересы, как вообще, в принципе, мы в будущем можем надеяться, при том, что уже оккупация произошла белорусскими и российскими товарами, как вообще казахстанские производители в этих условиях смогут поднять голову? Не лучше ли было бы предварительно до Союза, скажем так, создать некий льготный период преференциями нарастить мышцы национальному производителю и только после того, как он что-то стоит уверенно-неуверенно на ногах, запускать и то планомерно уменьшать таможенные барьеры, чтобы он чувствовал себя более-менее на равных. А так, получается, происходит тотальная газоночистка всего, что есть в Казахстане? Ну, если честно, да, я на самом деле вот за рыночную конкуренцию. Если там кого-то все время бьют, надо больше ходить на тренировки. Я бы так сказал. Было бы хорошо, если бы у нас были мощные производители. Ну, как маленькая Швейцария, она что-то там не требует отградить ее таможенными тарифами. Она просто хорошо делает шоколад и часы, допустим, и очень много еще, чего нехорошо делают. Просто хорошо что-то делать, все будет продаваться. Мы все делаем плохо. То есть, наша там колбасу есть невозможно, да, если там возвращаться к нашу. Половину там продуктов, они там делают как попало. Есть хорошие продукты, есть хорошие производители, но средняя там наша масса, она невкусная. Вот зайдите в магазин московский, зайдите в магазин алматинский. В московском магазине ассортиментом по качеству гораздо выше, чем алматинский ассортимент. Какие-то же должны быть ограничения, какая-то должна быть умная все-таки либерализация. Давайте по вашей логике подойдем. Если с вашей логикой подходить, то можно вообще таможенные пошлины убрать со всеми, и тогда не нужно ЕС или ЕС. Мы просто станем для всех ЕС, для Китая, для всех. Вот убрать таможенные пошлины с Китаем, какие проблемы? Это же высшая степень либерализации и свободы рыночных отношений. Но они строятся в том числе и для защитных мер, для того, чтобы хоть как-то мы могли за какой-то период нарастить мышцы и немножко сражаться на внешних рынках. А так получается, что мы наращиваем мышцы. У нас, на самом деле, самый главный наш защитный механизм это девальвирующийся телекинги. Он позволяет сохранять нашу неконкретно способность. Если бы у нас выходил доллар, как и национальная валюта, мы уже давно вынуждены были бы делать конкретно способные производства, и у нас качество давно бы выросло. Мы сейчас за счет девальвации позволяем нашим плохим производителям просто у нас дешево. Ты покупаешь дешевую колбасу, потому что она там невкусная, но она дешевая. Вместо того, чтобы покупать вкусную, московскую, она в два раза дороже. И мы консервируем у себя архаичный уклад низкими ценами. Хорошая модель это когда мы людей выводим в конкурентное поле и помогание надо через другое. Вот, допустим, у нас плитчевоязыцах это ставки национального банка. Нацбанк играет в carry trade и все время там пытается объяснить свою политику денежно-кредитную тем, что мы хотим привлекательность тенговых депозитов сохранить. Уже там в валюту депозитов ничего не платят. 1% платят и все. Любая тенговая ставка выше, чем ставка в валюте. При этом, конечно, когда период наступает этих вот штормов, никакая ставка по тенговому дизу не спасет от перевода в доллары. Никакая ставка не спасет. Давайте попробуем объяснить это на пальцах. Ну, вот, значит, нацбанк, что говорит, когда происходит девальвация тенге? Он начинает задирать ставку рефинансирования. Ну, это вообще дурость, конечно, на фоне того, что все понижают. Да, то есть он говорит, мы хотим, чтобы в тенге люди получали по депозитам больше и поэтому клали деньги в тенге на депозиты. Но, ребята, сейчас тенге только что на 20% подешевел. В честь чего я буду класть на тенге? Никакая ставка, если вы 20 годовых ставите, я только через год эти 20% отобью. Это совершенно абсурдная идея. Есть там другие, более мощные инструменты, связанные с контролем валютного рынка, разделение капитальных операций и текущих операций, формирование обменного курса на основе баланса текущих операций. И вот эта слабость нашей экономики, связанная с тем, что у нас неконкурентоспособное производство, выливается в постоянное падение курса тенге. Как только мы создадим конкурентоспособное производство, у нас тенге начнет дорожать. Для этого нам нужно, чтобы мы себе не давали послабление в виде постоянного защитных мер каких-то, а нам нужно а, конкурентоспособное производство, б, конечно, другая денежно-кредитная политика. Если бы ставки были бы такие, как во всем мире, 4-6% годовых, 7% годовых, вот сейчас что делает Дому? Дому исправляет ошибки Нацбанка. У нас сложилась совершенно уникальная ситуация. Нацбанк рисует нереальные, он их рисует, понимает, что у нас нет денежного рынка, денежный рынок создает Нацбанк. Он сам дает деньги, сам определяет процент и сам привлекает на депозиты. Вот за что он сейчас взял триллион тенге, не сейчас, а вот там два года назад, триллион тенге депозитов от Халыка по 9 годовых. Они сказали совершенно смешную вещь. Мы взяли подрыночные 9%, но, минуточку, что такое рыночные? Если вы поставили бы этот лот триллион тенге на рынок, и это был бы рыночный подход, но вы просто сказали, вот сделки, которые совершаются на 100 миллионов тенге, на 200 миллионов тенге, это 9% люди готовы, класть, поэтому мы и триллион на 9% положили, но это совершенно не рыночная сделка, это точка-точка. Они нарисовали искусственную сделку, поэтому задрали ставки наверх этим прецедентом, во-первых, триллионам тенге, во-вторых, Халык банк получает 90 миллиардов тенге ежегодно в виде дохода по этому депозиту. А это коррекционная сделка? Ну, она, скорее всего, да, потому что это же непрозрачно, это уникальная сделка в пользу одного банка, это она никак не обоснованная, если бы триллион на рынок выставили бы, да, каким-то образом. А какая была бы процентная ставка в этом случае? А я думаю, гораздо меньше было бы, то есть, предположить невозможно, потому что нет этого случая, но она, если небольшие суммы размещаются под 9, то вот такая огромная, куда ты ее разместишь? Попробуй размести на рынке. Вопрос к Халыку, да, раздай триллион тенге от кредитов. Сколько займет времени? Сколько ты обратно соберешь? Это же вопрос такой. это розница. Да, поэтому это не рыночная, была сделка не рыночная, но и ладно, бог с ней. Не об этом речь. В речи о том, что Насбанк сам задрал ставку, потому что он является кредитором экономики Казахстана, то есть, нету денежного рынка практически, да, то есть, межбанские кредиты, депозиты населения, депозитам населения, опять же, деваться некуда, по большому счету, если бы ставки были бы не 10, а 6, все равно это было бы выше, чем 1% по долларовому депозиту, и были бы ставки 6, и кредиты были бы, допустим, 9. И это уже более похоже на правду. А вот возвращаясь к вашему периоду в Ки-Гоке, некоторые энергетические компании, они жаловались на то, что, особенно государственного, государственного сектора, что их силком загоняют в один банк, в БТА-банк, в банк, который принадлежит министру. Насколько это было, насколько это все подтверждается, насколько это все было правдой? У нас, у нас у них было там 4 банка, а уж 5 даже, где мы деньги хранили, что значит загоняется? Получается, Ки-Гоковские деньги не были только в каких 4 банках вы имеете в виду? Ну, у нас были Абай-Намра, Халык, Туран и АТФ, по-моему, то есть мы там, как минимум, 4 было дефисикация по 4 банкам. Ну и плюс еще какие-то были банки для специальных операций, каких-то там... Но вы имеете 4 банка именно для Ки-Гока? Для Ки-Гока, даже Ки-Гок хранил деньги в разных банках. Как можно было загнать все банки, то есть все деньги в эти банки? То есть появлением БТА-банка у Аблязова деньги в энергетике не загонялись? Ну, в том числе загонялись, конечно, в том числе, но это не было уникальным банком, то есть не было такого, что все деньги будут обаать. Вообще, в принципе, насколько в мире нормальная практика, когда министр открывает банк и продолжает свою государственную работу, это не является, скажем так, самым по себе коррупционным правонарушением, что получается в период банка покупается банк? Это же философские разговоры, да? Мы же собрались про чистый доступ. Я, честно говоря, вы сейчас... Давайте идем по поводу Алматы и по поводу... Эти все теоретические разговоры это давно забытое прошлое. Зачем копаться в прошлом? Скажите, давайте еще Иисуса Христоса вспомним, правильно ли, что он пошел на Болгуф. Это последние 20 лет. Я думаю, что мы когда говорим о вашей истории в тех или иных отраслях, мы понимаем примерно. Тем более, вы же кикок-управляющим водителей. То, что было вчера, уже кончилось. Уже этого нет. Не надо плакать о ушедшем дне. Надо думать, что делать дальше. Я понял, эта тема для вас закрыта. Теперь по поводу Алматы. Вы по поводу Алматы. Вы тему поднимали модернизации ТЦ. Что там, какие копии бились вокруг него? Но там в принципе развилка-то понятная. Уголь или газ? Понятно, что газ это счастье. Если можно построить газовую станцию вместо угольной и минимизировать выбросы, это было бы для горожан счастье. И на самом деле, но это было бы нечестно по отношению к самим себе, потому что газ стоит в 2,5 раза дороже, чем уголь, если считать на калорию. И во-вторых, газа неизвестно, хватит или не хватит, нам на много лет вперед, потому что там есть транзитная труба, не наша, и наш есть газ на южных мест районах наших. Есть теоретическая возможность перевести газ с запада. Это, наверное, дорого и долго, и длинный путь. Да, но это бог с ним долго, главное, что это там дорого и сопоставим с ценой, которая в экспортном трубопроводе. В любом случае, это повышение цены. И вот мы это ожидали получить в ТЭО. Что мы получили в ТЭО? ТЭО написал в институт, что газ будет идти по цене, которая сейчас есть в тарифе. Но мы говорим, окей, а где оценка рисков? Оценка рисков будет сделана в октябре. Ну, тогда в октябре приходите к нам с разговором о том, что газ или уголь. Второе, что они сделали, это они, значит, сделали по углю два совершенно некорректных варианта. Им была поставлена задача довести выбросы до европейских ограничений, среди которых есть ограничение половина икс до 200 миллиграмм на кубический метр. Они, значит, проигнорировали это требование и написали, что будет 500. А вы говорили о цифре? А там было 200 по требованию. Значит, они просто ТЗ не выполнили, за которые деньги. Они ТЗ не выполнили, и, соответственно, этих двух вариантов у нас нет. Еще одна история, которая там некрасивая возникла, это то, что, значит, есть дешевый способ, почему мы говорим о дешевом способе, потому что денег у нас особо нету, и дешевый способ состоит в том, что существующие котлы, в них поставить газовые горелки вместо пылеугольных, и таким дешевым способом провести реконструкцию, перевести на газ. Тогда мы избавимся от выбросов, но получим старую технологию, да, это будет старая, там не очень эффективная технология, но столько и дешево, и мы сможем это быстро сделать. Что сделал институт? Институт, ссылаясь на то, что, значит, существует СНИП, по которому нельзя делать в подземных помещениях газовое оборудование ставить. Этот СНИП появился после взрывов в жилых домах. Он сделал вывод, что этот СНИП применяется, и нельзя котлы, значит, старые сохранять, нужно новые строить, незаглубленные. И увеличил бюджет реконструкции в четыре раза. Вместо 25 миллиардов 98 миллиардов. Вот вся его математика. Но получается, здесь же чувствуется, как некая махната рука коррупции. Лоббирование в чьих интересах? Кто конечный бенествит цер вот таких проектов? Нет, я вот разбираться в сортах коррупции не собираюсь, честно говоря, мы же за объективность. Объективность состоит в том, что есть решение за 25 миллиардов, но при этом чиновникам нужно поработать над изменением этих норм строительных. Это конечная работа, стоит денег, да, но это точно не 73 миллиарда. Но ведь смотри, игроков-то ведь не так много, чтобы понять, для кого это строится. не знаю, где-то устроится, у меня нет данных, но сейчас кто? Сейчас самурукэнерго игрок. Самурукэнерго это государственный холдинг, поэтому в интересах государства все это строится. Я на самом деле не про то хочу сказать, а про то, что институт выполнил свои работы непрофессионально. Он по двум угольным вариантов посчитал некорректно, то есть он нарушил требования технического, вышел за пределы требований техничного задания. По двум оставшимся, по газу, в одном случае посчитал некорректно, в четвертом случае посчитал, ну, более-менее похоже на правду. Но по газовым вариантам он не дал оценки рисков по изменению цены газа, вообще по наличию этого газа в трубе. И вот эта история, она осталась нераскрытой. Поскольку институт взял денег за экспертизу? Ну, цифра не раскрывается, он взял полгода, я думаю, что такая работа стоит там не меньше миллиона долларов. Поэтому вот этот миллион долларов выброшу зря. Так, а кто есть вообще из альтернативных экспертов? Кто у нас есть из экспертных организаций, которые могли бы выполнить альтернативу? Есть международные признанные инженерировые компании, которые занимаются такой работой. Они могли бы выполнить это лучше. То есть теперь могли выполнить это лучше. А на казахстанском рынке только они одни, да? Нет, еще есть более слабые институты, Балатарский институт, который предыдущий ТЭЛ считал. Кстати, тоже еще одна тема. Самрук Энерго заплатил в прошлом году, а в шестнадцатом году по Владарскому институту, который посчитал ТЭЛ, написал, что перевод на газ невозможен и получил деньги. Эти деньги списаны, ушли в операционные затраты в годах 16-18-18-18-го года. Они доложились, что невозможно на газ перевести. Потом после возмущения общественности заказали новое ТЭЛ. Эти сделали снова ту же самую работу. Взяли, наверное, я не знаю цифру, но на глазок это, наверное, миллион долларов стоило, потому что примерно шесть месяцев работает, довольно большой институт. Надо посмотреть, сколько стоило, спросить, да. Но в целом это довольно большие деньги, и они ТЭЛ не посчитали. Опять-таки они три варианта ошиблись. Четвертый вариант может быть более-менее правильно посчитан, но нет оценки рисков в этом ТЭЛ. Мы не знаем, как принимать решение. ТЭЛ для чего делать? Для того, чтобы принять решение институционное. Идем туда или туда. Сейчас невозможно найти решение, потому что мы не знаем, газ есть или газа нет. Какая цена будет? Еще одно предположение, которое они сейчас заложили, это то, что все будет за счет и с чего этот госбюджет будет платить за эту станцию. То есть, сегодня станция кому принадлежит вообще? Это государственная станция. Самрук. Это все по цепочке входит в Самрук. А ЛЭС это самрук. Тогда в принципе же предположение верное, что раз собственность на 100% принадлежит государству, государственной компании, Самрук-казна, то наверняка и Самрук-казна будет инвестировать 100%. Пока, наверное, не решен вопрос о продаже акций хотя бы частично. Ну, вопрос не решен, да, но еще раз говорю, что это не значит, что мы должны сказать, раз государство платит, пусть платит любую цифру. Во-первых, не надо врать с ТЭО. То есть, три расчета выполнены неправильно. Во-вторых, четвертый расчет сделан в предположении, что все заплатит государство. Если государство не заплатит, будет идти за счет коммерческий проект, тогда нужно включать возврат на инвестиции, тогда тариф подскочит. И еще раз скажу про газ. Цена непонятна и объем непонятен. Есть этот газ, нет этого газа. Они считали по тарифной ставке, который сейчас есть. Но это там некий компромисс есть по существующим потребностям ТЭЦ-1, котельных, которые на газе работают. Этот компромисс есть по цене. Когда появится новый миллиард спроса, смогут ли обеспечивать этот миллиард спроса? Потому что есть зазор между экспортной ценой и внутренней ценой. Этот лишний миллиард кубов должен быть вычтен из экспортной цены и продан по более дешевой цене. Готов ли Кастросгаз на это? Не готов. Кто будет покрывать именно эти убытки? Эти все вопросы пока что не раскрыты. Ясно. Что вы думаете вообще по поводу альтернативной энергетики в Катстане вообще и вокруг Калматы? Речь недавно была в интервью с Мухтаром Джакшовым о том, что в его монологии о том, что он предполагает, что на отрезке север-юг на перетоке нам нужно маленькие три атомные электростанции, которые бы могли бы друг друга замещать на момент замены условно говоря батареек. Для обывателя просто сказать, пока одна батарейка происходит замена, там две или одна могут заменять. Поэтому нам нужны три атомные электростанции. Что вы думаете вообще о Витриной и атомной электростанции вообще в Казахстане? Во-первых, скажу, что Мухтар оторвался от жизни. Он, поскольку был оторван от информации, он живет реалиями десятилетней давности. И, конечно, с тех пор уже атомная энергетика превратилась в тупику или в цивилизации. Это самая дорогая и очень небезопасная способ производства электроэнергии. Следующим после восстановительного ремонта угольных станций в Казахстане по дешевизне источником являются возобновляемые источники энергии. Это солнечные и ветряные электростанции. Вот уже даже сейчас последний тендер на солнечную электростанцию показал опытовую цену в 14 тенге, что дешевле, чем любая угольная станция новая, которая появится в коммерческом плане. То есть не за счет государства, как рисует нам институт Казахстане и Энергопром, а любой инвестор придет, построит угольную станцию, у него получится больше 14 тенге за киловатт-час. Если придет инвестор и построит одну станцию, у него получится больше 25 тенге за киловатт-час на станции. А гидроэнергетика сколько дает на примере Киргизии? Это, значит, еще раз, Киргизия для нас не очень хороший пример, потому что у нас нет таких возможностей построить такие большие станции. На самом деле у нас есть небольшое число более-менее крупных станций. Это контррегулятор Шульбинской ГЭС, это контррегулятор Копчегайской ГЭС, более, ну, там на Чилики и Чарыни какие-то еще есть возможности, но они там тоже сложные, потому что связаны с затоплением. А наше счастье в маленьких речках. Вот, если маленькие речки правильно зарегулировать, они, во-первых, дают относительно недорогую энергию, во-вторых, они дают ирригацию правильную, то есть они перестают затапливать паводки, да, и в-третьих, они дают возможность как раз вот этого суточного регулирования, когда солнце заходит за тучу, когда ветер стихает, мы начинаем запускать гидростанции и наоборот, когда много солнца и много ветра, они не сбрасывают воду, они просто накапливают. Вот это такая система друг друга замещающая. Да, сейчас, значит, главным промышленным решением по накоплению энергии является гидростанция. Они просто не сбрасывают воду, накапливаются в изюморах, в том числе Копчакайская ГЭС. Помните, да, были годы, когда она накапливала. Вы говорили, цена 14-25, а гидроэнергетика сколько дает, в том числе малые? Ну, вот у нас кейсы где-то порядка 16 тенге давали. То есть, все-таки выше, да, 14? Да, но тут еще одна история, значит, есть, вот то, что я говорю, это плотинная станция, есть станция, которая без плотины обходится, да, просто труба кладется рядом с речкой, в нее загоняется вода и она генерит по потоку. Это называется дирекционная станция, она дешевая, там низкие тарифы, там цена получается вот как раз там порядка 16-7 лет. Если мы прибавим плотину, которая стоит там гораздо больше денег и ее там надо зарегулировать, кроме того, что там она сама по себе дорогая, есть еще противопаводковые мероприятия, если плотина разрушится, да, то есть нам нужно делать дамбы для защиты населенных пунктов в случае обрушения, то есть это довольно дорогая история. Если эту историю берет на себя государство, обосновывает это тем, что в целях ирригации нам нужна все равно плотина, тогда мы получаем отличную модель для электроэнергетики. У нас получается станция, которая может регулировать возобновляемую энергетику, резервироваться на случай отсутствия солнца, отсутствия ветра, и у нас потенциал таких станций в Казахстане порядка 3000 мегаватт. То есть если мы здесь... Это в основном Иртыш или... Это все наши маленькие речки, это все наши горы, если их зарегулировать, создать водохранилища и на них генерить электроэнергию, то мы там 3000 мегаватт можем поднять на одной гидроэнергетике. И соответственно это постоянное количество мы можем поднять на солнце. А все-таки в чем ее выгода, если цена у нее получается аж на 2 тенге выше? Но это же необходимый элемент системы. То есть вы не можете одними солнечными обеспечить постоянное нагруз, постоянное обеспечение производства по потребностям потребителей. Всегда... То есть объем альтернативной энергетики все-таки ограниченный. И ветер, и солнце не могут дать столько энергетики, столько энергии? Нет, они работают по природным явлениям. Солнце светит, энергия есть, солнце не светит, сезонно. Сезонно почасовое даже изменение происходит. Точка набежала и нету энергии. В то же время потребитель по своему графику работает. И вот все это балансируется другими источниками. В основном гидростанции. Вот сейчас даже вот мы сейчас сидим, у нас каждую секунду падает потребление или растет потребление. И за этим всем следует гидроэлектростанция. Она выравнивает эти пики. Ветер сколько дает по цене ветер и другие солнечные энергетики? Сколько дают по цене? Ну вот я говорю, последнее там аукцион на солнечную дал 14 тенге за киловатт-час. Ветер, я аукционный там сейчас не помню, там по-моему больше 20 тенге было за киловатт-час ветряная электростанция. Это было ну в восемнадцатом году. Поэтому я сейчас не могу сказать. Но в целом идет тренд на снижение. То есть вот эти 14 тенге это мировая цена. В принципе очень хорошие инвесторы к нам пришел, которые очень в длинную играют. Это кто? Это там консорциум какой-то там по-моему дубайские, китайские инвесторы. То есть они играют в долгу. Они привели очень низкую цену на киловатт-час. Что вы думаете по поводу вот этой проблемы 33-х горных рек на границе с Китаем, которые Китай планирует зарегулировать, о чем поднимал еще тему еще с 95-го года Мурат Ауэзов, будучи послом в Китае. И вообще заход наших нашей энергетики хотя бы в западный Китай. я не говорю про в целом Китай. Насколько вообще в принципе китайский рынок привлекательен для нас? Или китайцы намертво остают до сих пор и не пускают никуда на свой рынок никого? Ну, я китайский рынок не очень понимаю, потому что там же государственное регулирование. То есть там рынка такого-то и нет. Когда я был в Интерау, да, там были проекты разного рода по продаже электричества в Китай. Вот. И ставка постоянного тока даже в России там есть. Вернее, планировалось. Но пока все это шло, я так понимаю, что Китай сам достиг своих целей в электроэнергетике. Он уже сам готов экспортировать. То есть у них очень мощно сначала развивалась угольная. Вот 10 лет назад они очень мощно развивали угольную энергетику. А за последние 10 лет они колоссально стали мировыми лидерами в возобновляемой энергетике. Они сейчас замещают всю угольную энергетику в возобновляемую. Поэтому вряд ли мы сможем там что-то там поймать. Мы должны у них учиться, мы должны у них там брать технологии. Но на их рынок выходить вряд ли мы сможем. А может ли кто-то речь зайти до такой степени, что в принципе Китай начнет заполнять энергетикой соседней страны, в том числе и Казахстан? Ну, такой риск есть. Допустим, вот то, что они очень дешево делают солнечные батареи, они практически победили всех мировых производителей. То есть сейчас если ты хочешь купить солнечные панели, то их можешь купить в Китае. Все остальные дороже, их вообще почти нет. То есть заводы позакрывались, не выдержали конкуренции. Поэтому, да, такой риск есть, что когда большинство стран мира перейдет на солнечную энергетику, и когда придет время заменять батареи, они все придут в Китай, Китай, может там поднять цену. Такой риск есть, да, я думаю, что во всех странах эта доля возобновляемой энергетики пока еще не такая великая, чтобы от этого уберить. Какая его доля, примерно, сегодня? Ну, вот смотрите, в Европе, в очень продвинутом регионе мира, да, цель по возобновляемым источникам 20%, то есть они 20% энергии должны получать из возобновляемых источников. Они уже сейчас в принципе в целом на Европе получают. Кто-то больше, кто-то меньше. Допустим, Дания убежала далеко там за 40% Дания, ну, то есть есть значительные куски времени, когда Дания получает только возобновляемую энергию. Она покупает что-то где-то, ну, в местах, для времена, когда нет солнца, ветра, она покупает из-за границы, а так Дания лидер. И, значит, я скажу... Это при том, что это северная страна Скандинавия, которая не, скажем так, не сказать, что это солнечная страна. Но там в основном ветряки. Там в основном ветряки, обшорные ветряки. И, значит, для меня было вот откровением, я в 13-м году был на конференции, и они говорят, мы научились регулировать нашу энергосистему ветряками. У всех рты пооткрывались, что за новая технология. Они говорят, ну, у нас их так много, что мы отключаем, когда слишком много, мы их отключаем. То есть они вот таким образом регулируют. Они создали избыток электроэнергии и регулируют тем, что отключают ветряки. То есть настолько их много. А с учетом того, что это же статистическая какая-то модель, в одном месте и в другом месте нет, они создали мощные сети и перебрасывают с одного региона в другой, и с того, где есть ветер, где нет ветра. И вот пользуясь этим избытком ветряков, они покрывают все свои потребности. исследования проводились. Какая-то есть карта, где, скажем так, по странам мира, где больше всего порывы ветров мощные. В этом плане Казахстан, в каком месте по рейтингу в плане силы ветров? Ну, честно говоря, нет смысла в этом говорить, потому что достаточно ветра у нас. Вот была хорошая картинка по Солнцу, это там кусочек Сахары заклеили, панелями сказали, вот весь мировое потребление. То есть, если мы там часть Сахары заклеим фотоэлементами, то мы покроем всю Европу, то есть, мир, Европу и там еще какой-то маленький квадратик, Германия, что ли. То есть, были квадратики разного размера, Германия, Европа, мир. В принципе, запасов этих пока более чем достаточно, даже обдумывать не надо. У нас и Солнце, ветра предостаточно пока. И мы можем там в ближайшие 100 лет даже не думать о том, чтобы еще что-то искать. Вообще, у меня еще два вопроса. Два вопроса возникает такого побочного характера. Смотрите, у нас порядка 40, свыше 40% у нас пустыни-полупустыни, которые не вовлечены в сельскохозяйственный оборот и вообще в промышленный оборот. В этом плане, наверное, это одно из главных направлений, которое бы могло в какой-то степени компенсировать их неиспользованность. Да, совершенно верно. У нас как раз мы можем строить ветряки по нулевой стоимости земли. И ветряки, и солнечные батареи. Тем более, что у нас хорошая широта, мы на юге можем эффективно солнечные батареи строить. Ветряки, они везде одинаково пресменут работают, а солнечные батареи, конечно, на юге. Вот у нас все прибыл, хаши, это практически поляна для эксперимента. И вопрос второй. У нас каждый год, как и в России, одна и та же проблема паводки весной. Вообще, стратегически, какой должен быть подход? Почему Советский Союз с этим более-менее справлялся, и сейчас просто каждая весна это катастрофа? Ну, упустили гидромиллиорацию, то есть, раньше же было управление, там были бассейновые водные объединения, да, ВВО, они строили гидросооружение, потом все это забросили, то есть, любое дело должно развиваться. Если какое-то дело застыло в 90-х годах прошлого века, то оно, и понятно, что приходит негодность. Конечно, ситуация изменилась, нужно было отреагировать вовремя, нужно было построить подхранилище, построить плотины, ничего этого не сделано, для всех, каждый паводок это удивление. А на самом деле, вот мы сейчас в программе по очищению воздуха Алматы говорим о том, что мы должны создать в предгорьях Алматы сеть озер накопителей, они одновременно будут выполнять рекреационную функцию, но они же будут создавать там запас воды для фонтанов, для там полива улиц, то есть, вода, которая в паводке заливает нашу нижнюю часть Алматы, реки, там, вернее, по рекам течет, по улицам течет, мы вполне можем построить сеть водохранилищ, которые, как в высшем городе, так и в самом городе, обеспечат нам запас воды, такой вот, не питьевой, хотя можно и потом ее чистить питьевую, но в целом, для работы фонтанов, для работы рыков, для других технических нужд, вот, эта система тоже должна развиваться, сейчас опять же, там, реки просто чиним, и то непонятно как, какие-то реки у нас починенные не работают, да, а сейчас реки вообще уничтожают, вообще непонятно, какова была стратегия, в чем отличается, и что происходит вообще в ворочной политике по Алмате? Ну, вот таким заявил, что реками будут заниматься как следует, то есть появится какое-то там управление или там контроль, но нужно видение, у нас видение такое, а реки и фонтаны, это элемент системы, который не требует электричества, да, сейчас у нас все фонтаны на насосах работают, у нас прекрасный водоток с горы, и вот эту идею там многие алматинцы поддерживают, Серик Буркетбаев, у него в своей виде есть на фонтан, на рычную сеть, другие алматинцы, в любом случае у нас есть бесценный дар природы, это текущая сгор вода, это паводки, это тающие ледники, дожди, если воду это грамотно собирать, во-первых, не будет паводков, во-вторых, это будет ресурс постоянно для полива наших деревьев и других насаждений и создания там водяного, то есть фонтанов и соответствующих водяных там испарений. Я спасибо, я благодарен вам за наше большое интервью, первое, надеюсь, оно будет не последним, все-таки повторю один вопрос, который мы с вами проговаривали, вы такой наиболее абсолютный рыночник, либералист, но тем не менее, вот когда мы начали говорить про Китай, с вашей точки зрения, все-таки почему же мы в этом случае не можем открыть границы в таможенном плане, в плане таможенных пошлин перед Китаем, ведь вы же за чистую конкуренцию. Ну, мы должны выровнять условия с Китаем, да, то есть мы же сейчас имеем 16%, 15% кредиты, да, а Китай имеет 4% кредита, 2% кредита, все, что там, если мы выровняем условия, почему нет? Я согласен, что конкуренция должна быть жесткой, то есть мы в слабых, со слабым соперником мышцы не растятся, но когда он приходит там с ракетой, а ты там стоишь там с кулаками, да, конечно, ты проиграешь, поэтому дайте одинаковые условия, и в одинаковых условиях должны быть одинаковые, тогда да, тогда мы можем полностью предъявлять. Вот у нас рынки, которые более-менее там конкурентные, вот я говорю, нет у нас Министерства общественного питания, у нас, слава богу, всякие есть рестораны, от самых дорогих, вкусных, до простых забегаловок, и наша массовая еда стала съедобной, у нас нет там ужасного советского там общепита, когда ты приходил, там вонь стояла, вообще пить. Все-таки, что с Китаем договариваться, чтобы мы открыли полностью границы перед Китаем? Мне кажется, какие бы мы соглашения не подписали, нас все равно и забьют на этом рынке с Китаем. Китайские компании нас просто и забьют. Мы бы, быстро обанкротимся. Нет, но в китайские компании, давайте представим себе модель, да, мы обнулили все пошли. И что, китайцы пришли и там всех победили? Да нет. Прийти в чужую страну и там с их налоговой инспекцией там бодаться, да нафиг это надо. Я вообще, честно говоря, с ужасом представляю, как китайцы будут в наших условиях кислотных работать. Наши таковы багажки, опашки могут говорить. Мы же говорим о системе, где у нас сократится беспредел тех или иных государственных органов, где у нас будет нормальный суд присяжных, где любой иностранный бизнесмен будет чувствовать себя как рыба в воде, не будут чувствовать прессинга каких-то там непонятных казахских налоговиков или таможенников. Когда эта система, ну если такие условия у нас будут, наши предприниматели победят всех. Никакой проблемы в этом не вижу. Если развязать руки, если дать нормально работать, ничем у них уже китайцы. У них там есть преимущества, которые там все признают, то, что они очень усидчивые, там они пашут. Но слово пахать и нам известно. Мы не можем сказать, что мы там все ленивые. Мы стали такими, какие мы есть из-за того, что система такая. Все сидят там, где бы там что-нибудь украсть и не спеша там пропить и проесть. А если труд будете приносить доходы, то есть у тебя его никто не отберет, там никто тебя не отожмет, то у нас прекрасно, все будут точно так же пахать, как китайцы. Ничего страшного. Я понимаю вас. Вот смотрите, условно говоря, я китайская корпорация, которая отправила в Казахстан, скажем так, ну условно какой-то продукт, по которой никакая компания в Казахстане произвести по цене ниже моей не способна, и просто-напросто я даже по своей естественной цене для Казахстан это будет огромный демпинг и никакая компания не выдержит, и она просто разорится. Ну это теоретические же слова, да, вот единственное, есть монопродукты, которые мы не можем производить, это допустим солнечные батареи, да, вот это весь мир не может производить, потому что китайцы там задавили, да, это там понятность, то есть, в остальных нишах нет такого безумного там китайского превосходства. Хорошо, вот я недавно разговаривал с министром, с заместителем министра Маратом Талибаевым в прошлом году, и он сказал, что на протяжении всех десятилетий была проблема, что, скажем так, главный товар сельского хозяйства для Казахстана, пшеница, она никак не может быть запущена в Китай, Китай просто не пропускает пшеницу на свою территорию. под каким бы либо предлогом не пускает на свой рынок, и просто мы элементарно не можем заработать на этом рынке ничего. Тоже проблема? Ну, я в пшенице не эксперт, не знаю. Ну, вообще, китайский рынок вообще, по идее, во многом закрытая зона, хотя очень емкостная, наверное, самая большая емкость во всем мире, и тем не менее, мы находимся в нулевой шаговой доступности, да, с нулевым плечом, и мы не можем это преимущество использовать, потому что она закрыта. Как вообще с этим? Я думаю, что если что-то выгодно, оно открывается. Я думаю, что просто невыгодно. Что насчет самообеспечения Китая? Мне кажется, Китай самообеспечен пшеницей? Ну, ясно. Надеюсь, оно так. Большое спасибо за наше первое интервью. Я надеюсь, зрителям понравится, и мы продолжим наш разговор в будущем. Спасибо. Рахмед.